Хороший еще вопрос, найдут ли того, кто на этой неделе выстрелил по дипломатии. Самым громким дип-скандалом уходящей недели стал обстрел из гранатомета польского консульства в Луцке. Поляки ответили незамедлительно, закрыли все свои консульства в Украине. В СБУ инцидент назвали терактом. Но кто за ним стоит? И чем этот скандал может обернуться для Украины? Выяснял Алексей Пшемысский. Автоматчики, машины полиции и перекрытый вход. Это консульство Польши в Луцке. На здании до сих пор видны следы взрыва, а проходящие люди не могут отойти от шока. Уже не працюють все консульства с нутки людям. И все-таки тот, кто хочет, все передбачать требует. Для того у нас есть служба безопасности, сколько там людей. На мою думку, это просто хочет посмотреть две дружные страны, Польшу и Украину. По данным полиции, стреляли из гранатомета. Кто-то случайно или нарочно оставил неподалеку крышку от тубуса. Выстрел пришелся на верхнюю часть здания. Только чудом никто не погиб. Пить дахом, так. Спал в комнате на третьем полверсии. Працовник консульства. 20 сантиметров выше. Так бы попало в векно, это было бы страшно. Из-за трагедии Польша впервые в истории наших депотношений пошла на беспрецедентный шаг. Временно закрыла все свои консульства и посольства в Украине. Ни в коем случае нельзя преуменьшать значение этого нападения. Обстрелы с гранатомета и повреждения здания, к счастью, не повлекли за собой жертв. Но это не тот случай, когда можно пройти мимо. Этот инцидент требует решительного вмешательства. После обстрела прошло 4 дня. У наших правоохранителей пока неподозреваемых, незадержанных. Если в Луцке здания охраняют автоматчики, то у консульства в Киеве один боец нацгвардии. А из дополнительной защиты поставили забор. Для многих посетителей закрытое генконсульство в пятницу стало удивлением. Если мы ничего не будем делать, конечно, рассердиться. Мы же не знаем, вспомните Львов, вспомните на беки в ней. Это требует результат, должно быть власти. Я думаю, вы знаете кого-то еще нет? Нет. Нападение на консульство Польши в Луцке – самый серьезный, но далеко не первый неприятный инцидент в отношениях наших стран. 26 июня прошлого года «Пшемызль» – украинская акция памяти сечевых стрельцов. Местные радикалы начинают стычки с участниками шествия, пытаясь выдернуть флаги. Полиция задерживает больше 20 человек. 11 ноября – марш польских националистов. На нем сжигают украинский флаг. Все это проходит на фоне новостей о нападении на украинцев в Польше и показа скандального фильма «Волынь», запрещенного в Украине. Тем временем Украина запрещает въезд мэру Пшемысля Роберту Хоми, якобы за поддержку марша польских националистов. Но вскоре запрет снимают. А это уже Львовская область. Январь этого года. Неизвестные разрушили памятник полякам, жертвам нацистов во Второй мировой. Крест расколот на куски. На плитах – сине-желтый и красно-черный флаги и руны СС. Украинские националисты сразу же заявили, не имеют к этому отношения и осудили вандализм. А власти назвали это провокацией России. Личности виновников не установлены до сих пор. Такие инциденты были всегда, говорит политолог из Варшавского университета Анджей Шептицкий. Но вот теракт совсем другое. А тут люди чуют, что, знаете, ну прямо с другой стороны польского кордона стреляют с кранометов. И это действительно проблема для Украины на безопасном уровне. И, может быть, это тоже то, что пытается сделать Российская Федерация. Российский след – главная версия произошедшего в Луцке. Мол, цель этой атаки – показать Европе, что Украине нельзя доверять. Чтобы формировать негативный образ Украины в Польше. Представить украинцев как варваров. Безумовно, все это впливает на то, насколько надейным будет позиция тех стран, которые поддерживают Украину в институциях ЕС. И это не только безвиз, это и надание разных форм допомоги, это и ухваление других решений, в которых Украина зацикавлена. Но, согласно Венской конвенции, именно страна, на территории которой находится дипучреждение, несет ответственность за его безопасность. И спрашивать будут именно с украинской власти, уверен бывший советник главы СБУ и дипломат Мархиан Лубкиевский. И Луцк – лишь один из эпизодов, на который у правоохранителей пока нет ответа. Кто убил Павла Шеремета? Кто замовил и кто убил Вороненкова? Кто совершил террористический акт против консульства Республики Польша? Если этот ряд будет дополниваться, то до нашей страны может прийти такое ставление или вызначение, как в том от Украины. Пока над полицией лишь заявили, есть некие зацепки. А в СБУ за информацию о взрыве предлагают вознаграждение – 25 тысяч гривен. В здании консульства Польши в Луцке до сих пор огромная дыра. Ее наспех закрыли полиэтиленом. Не станет ли это брешью в доверии Европы к Украине? Будет зависеть от действий наших властей. Алексей Пшимыски, Олег Неведомский. Подробности недели – телеканал «Интер». Редактор субтитров Н. пристает. Корректор А. Кулакова Корректор А. Кулакова Продолжение следует...